Привет, с вами Велсаком. Народ, что вы наделали? В прошлом ролике, где мы распаковывали iPhone 2G, мы с вами условились, собираем 150 тысяч лайков и активируем эту красотулечку. А мы собрали 335 тысяч лайков, 3 с лишним миллиона просмотров. Мне это нравится, продолжаем в том же духе. Сегодня мы с вами активируем iPhone 2G 2007 года. 10 лет он пролежал в этой коробке. Мы с вами уже знаем, что он как минимум рабочий, но сможем ли мы его активировать спустя столько лет? А также сравним его, если получится, с iPhone 7 Plus. Поехали! Забавно, что после моей распаковки iPhone 2G, многие блогеры стали покупать старые смартфоны в пленках, распаковывать их и собирать свои лойсы и просмотры. Но покупать очень старые устройства задорого, это удел странных людей, которых иногда называют видеоблогерами. Если вы хотите купить современный смартфон удобно, делайте это в том магазине, в котором вам нравится, используя Letyshops.ru. Кэшбэк-сервис, с которым мы давно сотрудничаем, и они вообще красавцы. Почему? Потому что вместе со мной, каналом iКакПросто и Розеткет, мы разыгрываем тачку Гика за 1 рубль. Очень простой конкурс, в котором вы можете выиграть Toyota Land Cruiser Prado. Осталось всего ничего, конкурс длится до 31 января. Все подробности в описании. Дерзайте, удачи. Это реально тот конкурс, в котором просто надо принять участие, иначе будет обидно. Собственно, iPhone 2G. Я уверен, многие даже не представляют, насколько это старое устройство. Раньше iPhone можно было активировать, только подключив к компьютеру, на котором установлен iTunes. И забавно, что 30-пиновый коннектор к новому MacBook без переходника просто не подключить. Нам понадобится специальный адаптер с USB-C на USB-A. Вот такой вот замечательный. Вот так вот технологии ушли вперед. К сожалению, все это уже история. И вы знаете, я хотел сделать jailbreak для того, чтобы активировать этот смартфон, потому что он был залочен на AT&T. Потом я узнал, что можно на самом деле на сайте этого самого AT&T, старое-старое устройство, которое уже, ну, вроде как контракт по-любому закончился, просто отвязать от оператора. Но вы знаете что? Один из зрителей спалил имей этого смартфона в предыдущем ролике. Я думаю, вот в этом моменте. Срываю пленку с этого аппаратика, айфончик. О чем он сообщил мне в Твиттере? И, Илья, спасибо за услугу. Теперь, по идее, я могу просто подключить этот iPhone к компьютеру через переходник или к Windows, как удобно. И он должен активироваться в iTunes. Да? Хрен там плавал. Не все так просто. Я не знаю, какая версия iPhone OS установлена на этом устройстве. Тогда еще iOS вообще не было. Скорее всего, версия 2 с чем-то, но я не уверен. Подключив его к iTunes, я увидел сообщение, что это какой-то странный iPhone и вообще иди лесом. А расстроился, подключил это все к винде, попутно устанавливая старые версии iTunes. Они выдавали разные ошибки, типа, чувак, вообще непонятно, что это за девайс, обратись в сервисный центр Apple. Серьезно. И мне многие писали, что вполне можно его джейлбрейкнуть, там Red Snow какой-нибудь. Фишка в том, что для того, чтобы его джейлбрейкнуть, его надо хотя бы активировать через iTunes. А этого мы сделать вообще не можем. Даже обновить не получалось. И я, короче, приуныл, думаю, вот те и приехали. Никакой активации iPhone у нас не выйдет. Не сказать, чтобы я сильно долго заморачивался. Ну, часик посидел, с торрентов старые версии iTunes покачал. Кстати, все заражено, боролся с вирусами параллельно. Это какая-то вообще бич-история. Я не знаю, как вы на Windows, ребята, живете. Это очень страшно. Куда ни плюнь, везде хотят твои кредитки стырить. Но это отдельная история. И вы знаете, что самое забавное? Вспомнил я о режиме Defu, так называемый режим восстановления. Делается он очень просто. Зажимаем две кнопочки, Home и Power. При этом подключено должно быть устройство компьютера. Держим несколько секунд, отжимаем Power, продолжаем держать Home. И вуаля, iTunes должен идентифицировать устройство в режиме восстановления. Нужно это на случай, если у вас во время обновления произошел сбой или еще что-то. Напомню, что на iPhone 7 кнопочка, которая Home, она сенсорная. Поэтому ее заменяет клавиша громкости вниз. Также делается, кстати, ресет суровый. Так и вы знаете, я офигел. iTunes определил девайс и даже предложил накатить на него последнюю версию, доступную для этого устройства. iPhone OS 3.1.3. И вот тут, внимание, в принципе, можно было пойти на какой-нибудь FOPDA и скачать аутентичную прошивочку для этого устройства. Двать с чем-нибудь и подсунуть ее в режиме восстановления. Но мне было интересно. Новый компьютер, новый iTunes. Я подключаю десятилетнее устройство. И он скачивает с сервера последнюю версию, доступную для него программного обеспечения. Сможет ли он это все установить и по красоте активировать? И вы знаете, сможет. Я просто в шоке, серьезно. У меня нет слов. Вы представляете себе Android device, который 10 лет пролежал в коробке. Вы его подключаете и заактивируете, и он работает нормально. Я не представляю, потому что нет Android устройств, которые 10 лет пролежали в коробке и еще кому-то нужны. Apple молодцом. Удивили, порадовали, но дальше нас ждало разочарование. Давно забытое чувство. Разблокируйте. Слайд-то анлок. Красота. Так мне нравится. Давайте еще разик. И устройство без проблем подключилось к Wi-Fi. 2,4 ГГц, правда, 5 не поддерживает. Также здесь нет 3G. В принципе, только Edge. И вообще все грустно. Здесь даже GPS-а встроенного не было. Вот настолько это старое устройство. Никаких вам Touch ID. Вообще ничего. Камера. Вы себе не представляете. Супер-мега-аутентичная камера с одной кнопкой. Вообще ничего лишнего. Одна кнопка. Никаких режимов. Вообще ничего. Селфи можно делать разве что вот таким вот образом. Тут ко мне Амиран заезжал, который дневник Хача. Селфач бахнул. Но у него, видимо, рука уже наметана. Сделал он это очень профессионально. Давайте сравним скорость загрузки App Store. Я даже не знаю, какую фору дать старичку iPhone 2G, чтобы он не выглядел супер-бледно на фоне iPhone 7 Plus, который так и играет мускулами. Раз, два, три. Все готово. И я прям ощущаю, как тяжело iPhone 2G. Как он старается. И что забавно, несмотря на то, что здесь старый интерфейс, несмотря на то, что из App Store уже ничего толком не скачать, он все равно показывает нам современные подборки приложений. И это, ну, прикольно. Десять лет телефону. Морель всей басни такова. Устройство практически 10 лет пролежавшее в коробке. Без проблем завелось. Нормальная батарея, живая, активировалась через Mac. И меня это повергает в шок. Потому что, ну, iPhone это действительно веха и событие. Ни одно устройство за последние 10 лет не имеет такого исторического значения, как iPhone. Каким бы хейтером вы ни были, вы должны это признать. И, конечно, хочется сравнить с iPhone 7 Plus. Но есть ощущение, что сюда надо накатить CD для того, чтобы поставить приложеньки, какие-нибудь твики, чтобы немножко ускорить систему. И тогда мы сможем ее сравнить с iPhone современным. Потому что сейчас, конечно, все очень-очень грустно. Но просто для примера, чтобы вы понимали, как рендерятся страницы. Мы заходим на наш сайт wilsa.com. И это, ну, это боль, серьезно. И этим пользовались. И в те времена это было круто. Типа, вау, вообще нормальный, полноценный интернет. И Джобс рассказывал, ребята, это вам не ваб какой-нибудь, не бэйби интернет беспонтовый, а нормальный крутой интернет. Сегодня, конечно, это выглядит смешно. Здесь еще был старый YouTube клиент классный. Я вам хотел показать, как выглядел YouTube, пока его не превратили непонятно во что. Но Google все испортили. Здесь есть специальный ролик, который говорит о том, что ваш клиент устарел, и теперь вам надо скачать другой в App Store. А скачать я его не могу, потому что моя версия iOS не поддерживается. Замкнутый, мать его, круг. Хотите, я разорву ваш шаблон окончательно? То, что сейчас является нормой, многозадачность. Ее в iPhone 2G просто не было вообще. В принципе, iOS 3, последняя, которая работает на этом iPhone, просто не имеет многозадачности. Она появилась позже. Вот настолько он старый. Не знаю, как вам, а мне вся эта тема дико нравится. Давайте соберем 150 тысяч лойсов и сравним более детально. iPhone 2G и iPhone 7 Plus. Между ними почти 10 лет разницы. Огромная пропасть. Но, возможно, у старенького iPhone есть пару тузов в рукавах, и он нас чем-то удивит. Я вам даже больше скажу. Недавно ходил в гости к Амирану, канал Дневник Хача, видеоблоги. Если не знаете, ссылочку оставлю в описании. Абсолютно дикий человек. Смотрите, что он сделал с моим iPhone. Схватил молоток и просто расхреначил его в слюне. Что-то не ломается. Бей, брат, это же твой телефон. Не стесняйся. Лучше бы мне отдал. Да, зажравшаяся свинья. Где-то в Африке голодают люди. Ты что, с ума сошел? Он сказал, надо разбить, потому что контент будет ярче. В принципе, его можно починить. Серьезно? Очень. Можешь его починить к моему приходу к тебе в гости? Вообще изи. Я хочу его восстановить и просто подарить одному из подписчиков. Моих и Амирана. И сделаем мы это хитро, потому что мы его перепакуем в корпус iPhone 7 Jet White. Это будет просто эксклюзивнейший, очень китайский, но эксклюзивнейший iPhone. Опять же, ваши лайки активируют все эти замечательные активности, друзья. Ваши лайки говорят о том, что вам нравится, вы хотите больше. И мы стараемся для вас. Еще раз, меня реально впечатлил тот факт, что спустя 10 лет iPhone просто активировался на Mac. Да, немножко пришлось заморочиться, но, блин, активировался без особого бубна. Как так-то? Мы ждали с вами прям, что будут грабли, сложно, пот. Оказалось, все вот так достаточно прозаично. Но это Apple. Just Works, что называется. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на канал. У нас совсем скоро заборочка Гробовщик 3000, если вы понимаете, о чем я. И много всякого другого интересного контента. Оставайтесь на волне позитива. Тренды, технологии ждут вас. В этом году у нас много всего интересного. И, конечно же, мои социальные сети также для вас. Все ссылочки в описании. И еще раз напоминаю, тачка Гика Land Cruiser, мать его, Prado 2016 года. Можно выиграть просто вот так вот. Дерзайте. Все ссылки в описании. Пока. Продолжение следует.